Итак, уважаемые слушатели нашего первого курса, богословских курсов, сегодня мы с вами поговорим о сложной третьей главе, она называется «Суждение», и центральным параграфом этой главы является сложный суждение или сложность логизма и его виды. Итак, давайте нарисуем простейшую таблицу, простейшую таблицу и поговорим, что такое осуждение и его виды. Так, ну вот здесь вот мы сделаем вот так вот. У нас есть программа, так, где тут Google Диск, сейчас к Google Диску доберемся. Так, Google Диск. Где наш Google Диск? Сейчас, сейчас, сейчас. Раз, два. Google Диск. Так, я сейчас подгружу наш учебник по логике. Вот Google Classroom. Я сейчас продемонстрирую наше место, где мы с вами трудимся, рабочее пространство. Сырить. Вот наше рабочее пространство. Вот Google Classroom. Вот здесь мы заполняем богословские курсы в Тюмени. И вот наш первый курс. Впервые в истории нашей богословских курсов мы начинаем заниматься по программе, предложенной нам учебным комитетом Русской Православной Церкви и Синодальным отделом Религиозного Развания Кокетизации. И стараемся, вот что, вот логика, теория и практика, армитация, вот наш предмет, мы по нему работаем. Главным учебником по логике. Да, вот сейчас давайте посмотрим программу. Так, вопросы к экзамену. Вот вопросы к экзамену, посмотрим. Так, пока подгружается, скажу, что заниматься мы с вами будем до июня месяца. И, конечно, хотелось бы, чтобы... Вот, билет первый, билет четвертый. Таких билетов у нас будет 10. Первые пять билетов мы заканчиваем все понятия, определения, пишут прям исходность определения, да. Что такое понятие, понятие деления, исходность деления. Да, слушайте, вот седьмой билет, суждение. Разделительное суждение, условное суждение, общее суждение. Общее твердительное, общее отрицательное суждение. Категорически, слушайте, у нас практически... У нас логика, чистая логика. Да. Ну, теория аргументации без логики невозможна. Хотя, знаете, риторику надо все-таки. Может быть, на приложении. Я был неправ. Мы не будем сейчас логику заканчивать. Мы сейчас с вами... Так, немножко вернемся назад. Так, вот наша программа. В нашей программе, заметьте, что мы с вами уже первые три темы прошли. У нас достаточно много. Так, еще раз. Ну, вот, какие мы темы прошли. Суждение как форма мысли, логические и характеристики суждений, простые и отрибутивные суждения, сложные суждения. Вот тема седьмая. Сегодня у нас будет седьмая тема. А все-таки аргументация у нас есть. Смотрите. Аргументация у нас есть. Сущность, структура, доказательств суждения. Аргументивная, генетическая. Аргументация. Да. Мы с вами закончим логику не сегодня. Отношение седьмое между суждениями, это восьмая тема. Модальное суждение и умозаключение. Дедуктивных. Да, да. Учебник основной у нас Гетманова. Сейчас мы к нему перейдем. Вот учебник по логике накидал. Вот Гетманова. Лучше вот этот вот в PDF формате. Вот наш учебник. Итак, тема сегодня суждения. Сложные суждения виды, выражение логических связок в естественном языке, отношения между суждениями, логическая структура вопроса и задачи по теме суждения. Хорошо. Итак, тема сегодняшнего урока будет на 61-й странице. Изложена. Так, на 58-й. Вот она. Достаточно сложная. Итак, сложные суждения и его виды. Ну, давайте для начала я вам тогда сейчас остановлю демонстрацию и расскажу, что такое суждение. Пишем сложные суждения и его виды. Запишем тему сегодняшнего урока. 21-е, 23-е февраля. Сложные суждения и его виды. Дадим определение, что такое сложные суждения. Юлия, помните, что такое простое суждение, простой силогизм, структуру простого суждения? Так, включайте микрофон. Логизм, простых суждений и в сложном суждении несколько субъектов и несколько предикантов. Например, все люди умрут, значит умру я. И давайте запишем, какие суждения бывают. Во-первых, это конъюнция. Знаком конъюнции является логический оператор, который является крышечка вверх. Ему соответствует союз И. Например, все люди умрут, и я умру, потому что я человек. Сложная конъюнция. Но здесь еще и импликация есть. Конъюнция. Дальше дизъюнция. У нее значок бывает такой, и она означает, что или все люди умрут, или все люди не умрут. Одно из двух, правильно? Вот здесь дизъюнция бывает двух видов. Напишем, это будет 2А и 2Б. Дизъюнция это не строгая. Когда строгая дизъюнция, да. Это строгая. Дизъюнция строгая. У нас точка такая строгая. Когда члены дизъюнции исключают друг друга. Например, я или полечу на самолете, или я полечу на самолете, или я поеду на поезде. Это строгая дизъюнция. Она одно исключает другое. Например, А или Б. Я полечу на самолете, или я поеду на поезде. Одно другого исключает. А не строгая дизъюнция. Не строгая. Она будет так. Я или полечу на самолете, или подумаю, лететь ли мне вообще. Или полечу на самолете, или подумаю. Вот я подумал и полетел на самолете. Не исключает одно друг друга. Или я полетел на самолете и не подумал. То есть и подумал об этом. Или подумал и не полетел. Так что они не строго, не исключают. Так, третий вид. Здесь, например, А и Б. Все люди умирают, и я умер. Третий вид сложного суждения называется импликация. Из А следует Б. Все люди умирают, значит, я умру. Импликация. Значит. Ну, тут еще, может, следует. Следовательно, не единственное слово, мы об этом поговорим в следующем параграфе. Четвертый вид. Это. Так, импликация, дизюнция. Так, отрицание. Следование, конечно, эквиваленция или тождество. Эквиваленция. Эквиваленция, еще тождество. Ну, есть такое ругательное слово, тавтология. Это близко, но не совсем тоже. Ну, я запишу сюда. Тавтология. Это А, тождество на Б. Например, самое глубокое озеро в мире. И Байкал. Самое глубоководное озеро в мире. Одно и то же. И так, и так, скажем. Только во втором обсуждении Б добавлено. Пятое. Отрицание. У отрицания значок, так, тавтология. Тогда и только тогда. Вот здесь тогда и только тогда. Тогда и только тогда. Самое глубокое озеро в мире. Тогда и только тогда. Будет озеро, когда тогда и только тогда. Когда-то это озеро Байкал. Например. Отрицание. У отрицания есть вот такой значок. Так, вот мне написал. Идут помехи, шипение. Вы слышите? Так, помехи вы слышите? Включите звук, Юлия. Помехи идут? Да, шипение какое-то слышно. Да. А теперь вот тишина. А у меня от кулера микрофон отодвинул. Вот видите, микрофон от кулера. Теперь все. Он не дует на него. Теперь хорошо. Итак. Сейчас идут помехи. Нормально? Хорошо, без звука, без помех? Ну, тиши вроде стало, да? Хорошо, ну ладно. Итак, отрицание. У отрицания есть такой значок А. Ну и мы понимаем, что А не равно. А. Или, например, двойное отрицание. Тождественно. Утверждение. Я не непьяный. Я трезвый, значит. А, я не непьяный, значит я пьяный. Ладно, все заострить. Вроде нехорошие шуточки такие. Так, следовательно, отрицание вот такое. Ну, а теперь давайте посмотрим таблицы истинности. Так, все успели записать, сестра? Юля, Наталья, Анна? Да, все зафиксировали. Хорошо, замечательно. Так, ну что, я все стираю. Тогда вот здесь вот сейчас сделаем заплаточку такую, чтобы все это убрать. Так, давайте нарисуем простейшую таблицу. Таблица истинности с А и не А. Таблица истинности. Такой нарисуем квадратик. Так, у него вот такие раз, два, три. Так, пишем таблицу истинности для отрицания. Оно самое простое, поэтому я начну именно с него. Вот это у нас будет А. Высказывание. Его отрицание А. Если А это истинное отрицание, истинное высказывание, то его отрицание будет ложное. Например, Я пойду домой. Это истина. А вот если, вот ему противоположно, я не пойду домой. Оно уже будет ложным. Потому что я действительно пошел домой. Это истинное высказывание. Но, например, Я не пойду домой. Это истинное. А это ложное высказывание. А на самом деле, я иду домой. Замечу, что когда отрицание и утверждение, они не могут быть одновременно истинными. Могут быть одновременно истинными. Ну, а теперь давайте более сложную таблицу изобразим. Таблицу истинности. Вот. Изобразим вот такое усуждение. Вот так. Длинную сделаем. Нарисуем здесь линии. Первую линию нарисуем. Вторую, третью, и четвертую. Так, можно, наверное, поэкономнее делать. Вот. Раз. Два. Три. Это по-по-моему. Так. Пусть у нас есть два выражения. А. И высказывание Б. Здесь А и Б. Здесь побольше места делаем. А и Б. Здесь А или Б не строго. А или Б строго. Из А следует Б импликация. И, наконец, последнее суждение. Здесь А или Б. А отождественно. Вот так вот. Делаем. Ну, что-то я здесь слишком разъехался. И поэтому здесь вот так немножко поботору. Вот такую таблицу истинности мы сделаем. Таблицу истинности. Все. Будем писать. Вот это выражение А. Вот это Б. Вот это А и Б. Это А или Б. Это не строго. А или Б строго. Из А следует Б импликация. И А отождественно. Б. Тождественно. Хорошо. Итак, сестры, дорогие. Давайте. Начнем с Натальи. В Наталье первой пришли. Вот смотрите. Все люди умирают. Это истина. Я умру. Это истина. Выражение целиком. Все люди умирают и я умру. Оно истинно или ложно, Наталья? Вместе. И это, и это. Наталья. Слушаю вас. Так, Анне, подскажите, Анна. Подскажите. Так, у нас Анна вышла. Юлия, тогда, то есть Юлия, пожалуйста, подскажите. Это истинное сказание? Да, это конъюнкция. Да, совершенно верно. Конъюнкция. Так, ну, чувство у вас высшее образование было. Там, там, если не слышно. И у вас логика была, наверное, в вашей жизни, да, когда-то, как предмет. Ну, ладно. Да, очень тяжело давалось. Теперь смотрите. Все люди умирают. Это истина. Я не умру. Это ложное. Значит, целиком это суждение, Это как умножить на единицу или один умножить на ноль. Все равно ноль получится, правильно? Только ложь проникла сюда, в конъюнкцию. Тогда все рассказано и превращается в ложное. Дальше. Все люди умирают, а не умирают. А я умру, это истина. Целиком суждение, это через и, выглядит, Лилия, как она выглядит, как ложная. Как ложная, Лилия. Ну, Наталья, вас, может быть, услышим сейчас. Наталья, если, смотрите, все люди умирают, а это ложно. Все люди не умирают, это ложно. Я не умру, это тоже ложно. А тогда они через и, как пишутся? Через и, давайте подумаем. Алло. Да-да-да, хочу учебник вытащить свой. А, меня слышно сейчас? А, вот теперь слышно. А, странно. Я просто и первый раз, вы меня когда спрашиваете. А, вы отвечали, только не было слышно. Понятно, понятно. Да. Ну, как? Тоже ложно. Тоже ложно? А, может, истина? Почему? Ну, вот так. Сейчас давайте вместе. Ноль умножаем на ноль. Ну, да, это тоже ложь. Так, если все ложно, и это ложно. Конвьюция истина только в том случае, когда все суждения истины. Так, давайте так. А, я полечу на самолете или я подумаю, полететь ли мне вообще? Вот я полечу на самолете, это А, осуждение. А, вот я подумаю, полететь ли мне совсем. Это не строгое дизюнция. И тогда здесь что будет вместе? Через или. Оба высказывания истины, значит, это тоже должно быть истиной. Правильно? Здесь тоже истина. Потому что я или полечу на самолете, или подумаю. Ну, если это подумаю, значит, я не подумал, но все равно полетел. Я полечу на самолете, это ложно. Я подумаю. Я подумаю, это истина, это истина. Ложно она обращается только в том случае, когда все высказывания. Я и не полетел на самолете, я и не подумал. Вместе это что такое? Это ложь. А теперь строгое. Я либо полечу на самолете, либо поеду на поезде. Чтобы оба истинные высказывания были, это ложно. Так быть не может. Дальше. Я полечу на самолете, да. Я поеду на поезде, это ложно. Значит, точно полетел, это истина. Я полечу на самолете, это ложно. Я поехал на поезде, это истина. Значит, это истина. Я не полетел на самолете. Я... То есть, я полетел на самолете, ложно. Я поехал на поезде, это ложно. Значит, я вообще не полетел, не поехал. Вот это истина. Интересно такое сочетание. Теперь из А следует Б. Так, люди умирают, я умру. Истина? Люди умирают, я не умру. То есть, я не умру, а это ложное высказание. Это что? Из А следует Б. Люди умирают, следовательно, я не умру. Это ложное высказание. Это ложное высказание. Люди умирают, это истинное высказание. Я не умру. Это ложное высказание. И, наконец, люди не умирают, я не умру. Это целиком ложное выражение. И А тождественно. И Байкал самое глубокое озеро в мире, согласен. Самое глубокое озеро в мире есть у нас в Сибири. Тождественно. Это истина. Не самое глубокое озеро. Самое глубокое озеро, там, Мичуган, там, ложное. Это озеро самое глубокое, это ложное. Но это обе лжи истинные. Вернее, это ложное и это ложное. То есть, не Байкал, значит, не самое глубокое. Вот истина такая. Не Байкал, не самое глубокое. Так. А здесь одно из двух, если ложное, значит, ложное. Вот такая таблица истинности. Ну, давайте теперь попробуем разобраться вот с такой табличкой. Дмитрий, а можете еще уточнить, вот по горизонтали это все-таки строки, они какое значение имеют? То есть, А и Б, понятно, это два какие-то суждения. А вот по горизонтали это какое значение имеет? Я, там, вы, они или... Вот, нет, смотрите, это первое А суждение, это Б суждение, это А и Б, конъюнция, дизюнция, строго дизюнция, следование, это импликация и тождество. Импликация и тождество. Давайте это напишем. А вот их четыре, а дальше, это понятно, первая горизонтальная строка. Далее их четыре еще строки, которые, вот эти четыре строки, они обозначают, что отношение А к Б, в каждой строке, ну, по-разному, если бы было сказано, то есть, эта фраза должна стать каждый раз разная? Нет, я сейчас, я вам сейчас нарисую, вот мы взяли только два суждения, правильно? И эти два суждения могут находиться в пяти отношениях, и даже вот в шести, ну, в пяти отношениях в данном случае. Конъюнция, дизюнция, строгая дизюнция, дальше импликация и эквиваленция. Вот, а мы давайте с тремя посмотрим строчками, и сразу скажем, дважды два это четыре, два в квадрате будет четыре. То есть, смотрите, первое суждение, оно может в двух модусах истинно и ложное ставить, и второе суждение в двух модусах истинно и ложное ставить. А если у нас будет три суждения, там нужно много чего поднабрать, истинно, ложь, ложь, истинно, истинно, ложь и так далее, это будет уже восемь. И таким образом, два в степени n, это количество столбцов, то есть, горизонтальных строк, количество строк в нашей таблице истинности, вот здесь напишем, количество строк. Вот, давайте посмотрим, например, эквиваленцию, ну или конъюнцию. Конъюнцию. Сейчас вот, мы сделаем такой пример. Так как у нас будет три строчки, например, со следующего года мы получим представление учебного комитета и начнем официальный набор на первый курс. Это первое суждение. Вот, второе суждение. Те, кто учится сейчас на первом курсе, мы их сочисляем автоматически и будем учить по первому курсу со всеми вытекающими и со второго курса и остальных примем. Третье суждение, это будет те, которые получат свидетельство об окончании новых курсов по подготовке церковных специалистов, получат свидетельство государственного, то есть, общецерковного образца. И вот, для этого я тогда рисую таблицу. И все восемь модусов, каждому из них, вот три столбца, три модуса. Сейчас вы убедитесь, что истинно восемь строк здесь будет. Я здесь потоньше сделаю, чтобы мы могли уместиться. Так, секундочку. Так, что такое? Вот так вот что сделаем. Вот, это будет у нас первое. Ну там у нас вот сейчас восемь строчек нарисуем. Я покажу, как строить таблицу истинности для всех суждений. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И девять. Так. Ну вот пусть будет это первое суждение. Вот это второе суждение. Третье суждение. Так, в случае конфессионального представления. Первое суждение. Мы. И. Те, кто получат свидетельство. Те, кто поступят на первый курс, на второй период. То они получат свидетельство общецисковного образца. Тогда мы. Вот это вот. Можно исследование. Следование посмотреть. Следование посмотреть. Так. А. И. Б. И. Ц. Мы поступили на первый курс. А мы получили конфессиональное представление. Это истина. Мы. Прошли полный курс обучения. Мы. Проходим. Мы получаем свидетельство общества духовного образца. Это истина. Вот. Свидетельство общество получает все. И это истинное высказывание. Вот. Логический закон. То, что мы во всех значениях получаем. А как может здесь вот ложь проникнуть? Л. И. 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 Л. И. 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 Дальше. И. Л. 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 И. И. А. Чекунечка. Л. И. Л. Дальше. Л. Л. И. И. И последнее что-то здесь как-то вот я помню, что как-то делал. Л сюда прошло. И сюда прошло. И какое еще может сочетание? Л. И. И. Л. Здесь все и и и л есть. А и л л есть. Что-то еще, сестры, посмотрите. Ну, конечно, вот здесь вот все ложные суждения. Все ложные суждения. Кстати, вот здесь вот истинно. Сейчас покажу, почему. Так. Давайте последнее. Чего-то здесь не хватает. Сестра, посмотрите, дорогие, внимательно. Что-то я здесь не досмотрел. Попробьте меня, пожалуйста. Здесь раз. Четыре. Шесть. А, четыре. Семь-восемь. Нет. Это лишний, конечно. Вот это лишний столбик. Это лишний столбик. Ну, а теперь давайте к таблицу истинности для нашего. Лишний столбик нарисовал. Я думаю, конечно, нарисовал лишний столбик. В этом участке вот это уберу. Вот. И давайте посмотрим, что у нас будет. Вот смотрите, я. Вот по первому столбику. По первому столбику немножко не так нарисовал. О, задали. О. Смотрите, все люди умрут. Все люди не умрут. Все люди. И я не умру. А вместе что? Что? И люди не умрут. И я умру. Не умру. Это общая ложь. Нет, это общая ложь. Только ложь. Ложь. Конечно, ложь. Значит, везде. Здесь вот. Если я поступил, а не поступил, а все-таки прошел курс обучения, и все-таки получил. Это ложь. Это ложь. Я поступил, но не прошел курс обучения, а почему-то вот, получил свидетельство. Это ложь. Я поступил, я прошел курс обучения, я не получил свидетельство. Я получил, но это ложь. Все это ложь. И легко убедиться, что все ложь, кроме первой позиции. И она логический закон. Если в эквиваленции все члены истины, она истина. Только что-то ложное вкралось, получилась ложь. Всем понятно это, да? Вот очищаем все рисунки. Так, очищаем все рисунки. И переходим к нашему заданию. Так. Вот наш учебник. Сихонечка. Что такое? Вот наш учебник. Где наша логика? Куда она делась? Логика. Только что была. Какой мы страницу открываем учебника? На 60-ой где-то странице. Сейчас я ее найду. А, вот он. Сейчас я достану учебник, чтобы сто раз не вытаскивать его. Так. Вот у нас логика. Так, так, так. Я сейчас логику найду. Богословские курсы. Так, апологетика. Может быть, все так логику найдем. Секундочку, секундочку. Вот она логика. Праграф 3, 58-ая страница. 58-ая страница, да. Сложное суждение и его виды. Понятие формы, ушли, суждение, сложное суждение и его виды. Страница 72, да, у вас? А у нас другая редакция. Там несколько вложено. Угу. Ладно, 72 посмотрим. 72-ую страничку, поглядим. А, какую страничку? Так, операция класса. А, так это же не Гетманова, кстати. Это не Гетманова. Это какой учебник, сейчас поглядим. Это не Гетманова. А, нет, Гетманова. Учебник по логике. 95-й год. ВАДОС. Кафедра философии Санкт-Петербурга. Целевая программа книгоиздания. Учебник по логике. Ну, это уже не школьный учебник логики. Это университетский. А они очень похожи. Ну, давайте сейчас посмотрим, что у нас здесь в университетском учебнике предлагает нам. Потому что у нас не школьная программа университетская, так, гипотеза. Ума заключения. Правильное мышление. Суждение. Сложность суждения его виды. Посмотрели. Вот страница 77. Логических связок. Естественные языки. Отношения между суждением. По значению истинности. Страница 77-83. Вот все. Хорошо. Вот давайте вот этим учебником воспользуемся. Кстати, вот сбросить вам его, этот учебник, он красиво сделан. Есть он у вас? Давайте мы сейчас сравним. У меня сейчас Гетманова открыта. Как раз параграф третий. Он также и называется. Сложные суждения его виды. Остальные тоже так же называются параграфы. Сейчас мы сравним. Да, у меня 95-й год. А у вас какой-нибудь год, посмотрите. 2008-й Кнорус. Нет. Это школьный, а вот это университетский. И наша программа по, вот как раз, теории логики аргументации для богословских курсов, скорее всего, именно заточена на эту чему. Я сейчас его проверил. Больше всего подходит. Я его сейчас закидываю нам в Google Classroom. По-моему, там должны быть лежать сейчас. Закидываем в Google Classroom. А ведь мы еще задачки должны перешать. Так, ну с таблицами пока она не открывается. Вот Наталья, Лиля, Юля. Немножко поняли, как таблицы истинности строятся? Да, текст внутри. Я поняла наконец-то. Хорошо. Так, значит, таблицы истинности мы научили строить. Это слава Богу. Но там есть еще очень сложные такие забубленные задачи. Но не буду вас мучить. Так, секундочку. А, вот у нас. Я сейчас вот этот учебник за 95-й год издательства Санкт-Петербургского государственного университета Сейчас заброшу к нам Вот, Гетманова. Видите, вот он открытый. Видите его, да? Вот он, логика. Конечно, можно его открыть, но Мы его сейчас открывать не будем. Мы откроем другой. Так. Где будет Classroom? Вот он, Classroom. Вот наши богословские курсы в Тюмени. Первый курс. Логика и теории аргументации. Учебники по логике. Так. А ну-ка вот этот посмотрим. Вот смотрите. Я сейчас его... Есть у нас, по-моему, есть. Учебник по логике. Да. Да, вот он. Вот он. Кстати, вот эту табличку я только что вам нарисовал. Вот он. Видите, да? Он у вас есть. Значит, для зачета используйте, пожалуйста, учебник. Так. Ил. Конвьюция, да. Конвьюция. Ложно, ложно. Л. Л. Ну да. Мы эту табличку только что запомнили. Вот. А здесь вот еще длинная таблица. Да. Другие задачи. А, Б, Ц, Д. Способы отрицания суждений, отрицающему и противоречащему. Одно, другое, ложно. Не могут ли это истины. Так. Ну что. Давайте вот с этими поработаем. Видите, да, нашу табличку? Сейчас я вам ее демонстрирую. Так, секундочку. Где она? Так. Видите, да, табличку? Способы отрицания суждений. Они могут быть либо отрицающими, либо противоречащими. Если одно истинно, то другое ложно. Они могут быть одновременно истинными, одновременно ложными. Отрицающими являются следующие пары суждений. А, О, да, Е, И. Все С есть П. Некоторые С не есть П. Это отрицающие суждения. Ни одно С не есть П. Некоторые С есть П. Операция отрицания в виде образования нового суждения из данных следует отличать от отрицания исходящий состав отрицательных суждений. Внутреннее и внешнее отрицания. Ни есть ни суть, ни является внутренним отрицанием. А внешнее отрицание неверно, что в Москве протекает река Нева. Неверно. Ну да. Отрицание сложного суждения. Вот давайте теперь по формулам немножко пройдемся. Вот это формулы хорошие, достойные. Они заставляют нас крепко подумать. И вот уже появляются, видите, такие операторы, с которыми нужно отрицание сложных суждений. Так, чтобы получить отрицание сложных суждений, имеющие в своем составе лишь операции коньюцер и дезубюнцер, необходимо поменять знаки операции на противоположные. А над буквами надо знак отрицальный. А если он есть, то отбросить его. Например, А и Б. Вот такие формулы, да? Эти формулы, закон Де Моргана, применив их, получим вот такая вещь. О! То есть, смотрите, длинную палочку отрицания можно распространить вот к таким. Таких законов Моргана насчитывают четыре. Потому что отрицание общей дезюнции, есть отрицание как первого члена, так и второго члена дезюнции. Отрицание, отрицание дезюнции, это конъюнция. Так, отрицание конъюнции. Так, смотрите, здесь конъюнция меняется на дезюнцию, да? Законом Моргана, хорошо. Вот здесь вот, по законам Де Моргана, можно классно что-то порассуждать. Без импликации. Ну, если мы будем с вами в этих формах сидеть долго, то, конечно, много чего у нас в союзе и оно. Выраженный логический азов, естественно. Давайте законы Де Моргана проиллюстрируем. У каждого из вас сейчас поработает над этими законами. Итак, первый закон Де Моргана. Отрицание, вот мы сейчас смотрим, отрицание нестрогой дезюнции. Равно конъюнции, отрицание первого и второго члена. Пример, Юлия, давайте с вас, у нас ближе всех, попробуем это сделать, задачку. Итак. Это частно, общее отрицательное, да? Да, это общее отрицательное. Например, ни одно С не есть П. Допустим, ну, пример, ни один дельфин не является рыбой. Ну, давайте, нет, смотрите. Мы говорим не про простого суждения, вы сейчас мне сказали простого суждения, а сложное. Там есть два предиката и два субъекта. Поэтому, смотрите, ни один дельфин не является рыбой. Это простого суждения. А на два суждения. Один дельфин является млекопитающим или он является рыбой. И общее отрицание будет такое. Так, или, да, или. Значит. И противоположное этому, что будет, как это будет звучать. Ни один дельфин. Так, один дельфин является рыбой, один дельфин не является рыбой. Нет, надо ко всему общему. То есть, достаточно сложная эта вещь. Но давайте мы себе труд такой дадим. И первый закон Деморгана попытаемся отработать красиво. Я, конечно, могу вот так, как это школьники делают. Но я всегда люблю поломать голову. Смотрите. Вот здесь напишем сейчас законы Деморгана. Так, сейчас, секундочку. Законы Деморгана. Так, глядим. Законы Деморгана. Ну, вот они. Примеры. Сейчас я остановлюсь. Экономим время. Заглядываем. Вот. Логические правила, связывающие параллогические операции при помощи логического отрицания. Шотландского математика Агастена Деморгана. Вот он, Агастен Деморган. Вот, в 1866 году, Лондонское математическое общество. Отрицание конъюнции есть дизюнция отрицания. Отрицание дизюнции есть конъюнция отрицания. Содержание. Не А и Б равно не А или не Б. Не А или Б, не А, Б. Символно так вот. Значально. Ну, классно, классно. Представляющие правила Деморгана через логические элементы. Это вот в схемах так логически присутствует. Ну, да. В теории множеств. Да, множество элементов семейства. Чисто не предикатов. Не любая Х по Х. Классно, классно все это. Смотрится, конечно. В виде теории мы, если существует суждение, выраженный период с логическим умножением двух или более элементов, то есть операций ИИ, то для того, чтобы найти обратное, суждение необходимо найти обратное открытый элемент, в виде период с логическим умножением операций ИИ. Это циклологичное обратное управление. Ну, вот. Закон Деморгана в таких фактах в областях, как дискретно, математика, электротехника, физика, информатика. Для оптимизации фрех схем посредством замены логических элементов другими. Если хотите кому-то голову сломать, скажите вот так вот. Противоречащая противоположность дисъюнтного суждения Это конъюнктивное осуждение, составленное с противоречащими противоположностями частей дизъюнтного осуждения. Сумма логики. Классно, классно. Ну, иллюстрация-то в чем? Примеры законов Деморгана. Так, примеры законов Алгебры. Вот примеры решений. Так, ладно, не буду вас мучить примерами. Давайте скажем, как на практике это работает. Вот смотрите, мы говорим и, говорим или, ставим логический оператор. Говорим следовательно, ставим логический оператор. А как на обыденном языке это звучит? Вот смотрите, очень хорошее у Анны Андреевны Ахматовой приводится стихотворение мужества. И попробуем его выразить на языке логики. Стихотворение мужества. Так, значит, где у нас наши WhatsApp, логика? Не, мы сделаем так. Это свернем, это свернем, это откроем и найдем в Google Диске. Вот такие примеры. Так, вот он наш учебник. Мы его смотрим. Так, это один учебник, а это какой? Вот выражение логических связок, логических постоянных в естественном языке. Мы видим пять логических операций. Конъюнция, дизюнция. Причем в двух видах строгое, не строгое. Импликация, эквиваленция и тождество. Как это выражается на обычном языке? На обычном языке. Конъюнция. Начнем с нее. Знак. Домик сверху. Причем вражение И, А, Но, Да, Хотя, Который, Зато, Однако, Не только, Но и. И другие. Знак. Вот такой конъюнция соединяет простые высказывания. Они могут через запятую, например, сложное сочиненное приложение. В корзине у дед лежали подберезовики и маслята. Вот он, А и Б. Интересная и красиво оформленная книга лежит на столе. Последние высказывания нельзя разбить на два простых соединенных конъюнция. Интересная книга лежит на столе. Красивая форма лежит книга на столе, так как в созвиспочтении на столе две книги, а не одна. Вот в логике высказывания действует закон о коммунитативности конъюнции. А и Б, это все равно, что Б и А. Вот интересная, красиво оформленная книга. Можно сказать, красивая и интересная книга лежит. Красиво оформленная и интересная, конечно, стоит. В корзине у деда лежали маслята и подберезовики. Поэтому вот коммунитативность конъюнции. Вот этот закон. В таком языке, законов в русском языке нет, так как здесь фактор времени. Потому что пока мы об этом рассуждаем, эту книгу мы или маслята могли утащить. Там, где учится последовательность во времени употребления союза, их не коммунитативная. Поэтому прицепив паровоз, поезд тронулся. Но не верно будет, если поезд тронулся и прицепили паровоз. Видите, фактор времени. Так, ну вот такие примеры. Здесь 5 примеров следования приведено. Даже 7 примеров следования. Давайте посмотрим. К линии, какими разнообразными способами могут быть выражены, естественно, в языке импликация и эквиваленция. Вот, прием биологические приемы, схемы, элитрирующие разнообразные способы выражения импликации. Если А следует Б, если А, то Б. Если поставщики вовремя поставят детали, то завод выполнит свой производственный план. Коль скоро А, то Б. Коль скоро переложенные силы снимаются, то сжатая пружина возвращается к своей первоначальной форме. Когда А имеет место Б. И так далее. Ну и переходим, конечно, к отношению между суждениями по значениям истинности. Совместимый, несовместимый. Вот такой квадрат, логический квадрат. Давайте посмотрим. Понятие. Так, по модальности. Какая красота задача к теме суждений. Да, это не является законом логики. А вот это является. Так. Ну давайте. Сегодня я хотел закончить сегодняшнее занятие. Вопросами логического квадрата по модальности мы не успеваем. Вот он, знаменитый логический квадрат. Противоположность. А это субконтрарность. Противоречие, 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 контр... Контрадикторность. Противоречие, это подчинение, это подчинение. Общеотрицательный, общеутвердительный, общеотрицательный, частноотрицательный, частноутвердительный. Как это связано? Давайте последний параграф здесь разберем. Суждение, как и понятие, делится на сравнимые, имеют общие субъекты, предикат и несравнимые. Ну нельзя сравнить килограммы с метрами, например, да, метры с бубликами. Сравнимые понятия только и тогда могут быть сравнены, когда у них есть общее основание. Так и в суждениях. Сравнимые суждения делятся на совместимые и несовместимые. Совместимые, P и Q называются несовместимостью, если из истинности одного, необходимо исследовать ложность другого. P и Q никогда не могут оказаться вновременно истинными. Это понятие легко распространить на любое число высказываний. P1, P2, они называются несовместимыми, если не может оказаться, что все они являются одновременно истинными. Ну легко понять, я или полечу на самолете, или поеду на поезде. Одно из двух. Или P, или Q. Или я полечу на самолете, или поеду на поезде, или пойду пешком. Одновременно истинными они быть не могут. А совместимые выражают на ту же мысль полностью или в некоторой части отношений совместимости. Эквивалентность, логическое обращение, частное совпадение, субкотражность. Совместные эквивалентные суждения выражают одну и ту же мысль в разные формы. Юрий Гагарин, первый космонавт. Юрий Гагарин был первым космонавтом, первым полетел в космос. Субъекты не на тот же, а предикаты различные по форме, но одинаковые по смыслу. Из двух эквивалентных суждений, Михаил Шворх, логическое премие, автор романа Хидо, логическое премие, одинаковые оказываются предикаты, а различные по форме суждений, но тоже действительные понятия субъекта. Ну то есть, значит, это совместимое выражение, когда субъекты и предикаты имеют некое общее основание. Имеют некое общее основание. Так, двигаемся дальше. Вот. В сочинении, при звучании материала, в устном возложении текста, всюду учащиеся могут кратко и кратко излагать свои мысли. Чехов дал в такой сравнении кратко, и сестра таланта. Итак, совместное суждение, они находящиеся в логическом почтении, то есть один субъект, несколько предикатов, имеют общий предикат. Понятие, выражающие субъекты для таких суждений, также находятся в отношении логического почтения. Отношение между суждения по истинности принято схематически изображать от логического квадрата. Итак, противоположность, контрарность. Субконтрарность, когда они в отношении подчинения. Это общий отрицательный, общий утверждительный, частно отрицательный и частно утверждительный. Находится в подчинении. Частно отрицательный. Общий отрицательный, прошу прощения. Общий утверждающий. Общий утверждительный, частно утверждительный. Общий отрицательный, частно отрицательный. да они находятся но они находятся в противоречии а е да контрарность общая утвердительные они в контрарности противоположности от общей отрицательной субконтрарность частно утвердительные и не частно отрицательные в подчинении находятся тут они противоречия общие отрицательные частные отрицательные общие отрицательные в противоречии они не могут быть и здесь общие отрицательные и частные отрицательные тоже в контрактурности находятся а субконтрактурность это в отношении подчинения все учащиеся наши группы спортсмен это суждение А общие отрицательные общие отрицательные общие отрицательные Суждение и некоторые учащиеся нашей группой спортсменов Подчинение, это частное утвердительное Так дальше Подчинение А и И, а также Е и О Находящиеся в отношении логического учения Истинность общего суждения определяет истинность частного подчиненного суждения Но ложность общего суждения оставляет часть суждения неопределенной Так, в отношении частичного совпадения субкатравности Находятся два-три совпадения суждения общего суждения Частного утвердительного и частного подчиненного Которые имеют одинаковые субъекты и одинаковые предикаты И отличаются по качеству Некоторые свидетели имеют истинные показания Ну что же, мы сегодня достаточно въехали в очень сложные логические темы Они суть составляют шестой главы Давайте домашнее задание напишем Так, Юлия и Наталья, давайте домашнее задание укажем Я все-таки вижу, что у вас такое молчание, что ни одного вопроса Сложновато может быть, да? Да, да, сложновато Ну вот, я поэтому сейчас все-таки вам по школьному учебнику дам Там чуть-чуть полегче Там где-то, наверное, законы Деморгана, которые действительно... Там их нет, да, школьный действительно попроще Да, школьный учебник эти законы не трогает А вот с этими законами, я помню, разбираться пытался Вот у меня башку снесло Впервые я их увидел в законы Деморгана В учебнике, вернее не в учебнике, а в магистерской диссертации Отца Павла Флоренского с толку утверждения истины Он для того, чтобы доказательства бытия Божия привести В комментариях, которые, знаете, под полщиной не меньше самой диссертации На десятки языков европейских он их использовал Я видел как раз вот эти... Он физико-математический фолькет МГУ закончил в 1108 году И уже в 1113 году магистерку написал Вот такой выдающийся Леонаро Людовинчо XX века Я был в его доме-музее Знакомил его с внуком, уже, к сожалению, покойным Отцом Адроником Трубачевым И вот он как раз впервые эти законы Деморгана писал в этих учебниках А я просто не разобрался Сейчас сижу, вспоминаю и тяжело Значит, домашнее задание Запишите Здесь я вам сейчас напишу Мы с вами через неделю, а через две недели занимаемся логикой И будем использовать так Вот эти учебники Идем У Classroom Богословские курсы Первый курс Логика и теория аргументации Учебники Домашнее задание Вот так пишем домашнее задание На 2 марта Давайте посмотрим Никто у нас сюда не закинул, к сожалению Вот сюда надо Это у нас уже 23 марта Домашнее задание к 23 марта И следующее задание у нас будет Так, через месяц практически Через месяц 23 апреля 23 апреля Так Дезек к 23 апреля Вот сюда выгружаете ваши ответы К 23 апреля Домашнее задание к 23 апреля Вот сюда можно вам будет их разместить Что нужно сделать У нас есть программка такая Сейчас я ее покажу Вот она Наша программа Логика и теория аргументации В ней мы уже 7 тем прошли По 7 теме Есть семинарское занятие Там есть задание Поэтому Вот в начале марта И в середине В конце марта У нас прошли 2 занятия Мы с вами одной теорией занимались А практикой не занимались и вовсе Я предлагаю практику Делать по учебнику Гетмановой Именно для школьников Которое Издательстве Кнорус 2008 года И вот здесь вот она Так, так, так 6, 2, 4 Лигиозное образование Так, очень медленно Она грузит Вот задание 3, задание 4 Практическое занятие 3 Простые осуждения Ну вот У нас В первом полугодии Мы первые две темы прошли Вот у нас Практические задания Номер 3 И номер 4 Так, простые осуждения А у нас же сложные осуждения Сложные осуждения Отношениями Логические квадраты Вот это То, что сегодня мы занимались Вот это домашнее задание Вопросы для обсуждений Письменно ответить На вот эти 4 вопроса И решить задание Решить задание Вот Один, второе Это очень сложная тема Образовательная технология Видите, учебники Гетманова Кнорус Уже 16-й год здесь книжка Вот Выполнить задание Покологические особенности Покологические 4-5 Значит Вот что С домашними заданиями Будет Четвертое И практическое Пятое задание Сделать к концу апреля Сделать к концу апреля Их много И у нас будет Чистое Практическое занятие Мы будем отвечать на вопросы Роль гипотезы Вот Вот это У нас последнее Уже майское занятие Будет шестое Значит Мы с вами Встречаемся в апреле Уважаемые Первокурсники Вот И пятое Шестое Семинарское задание Ответить на вопросы По программе Давайте я сейчас Вот это сделаю вам Сейчас Вот оно Домашнее задание Значит 23 апреля Нужно Я сейчас переименую его Пятое И шестое Семинарское занятие Ответить на вопросы Ответить на вопросы И решить задачи Ну и вам Вот сюда тоже Пожалуйста Подгружайте Пожалуйста Разбирайтесь Оба учебника Где-то он там есть Ctrl-C Вот здесь вот Так Я принимаю Так Вот здесь у нас 23 марта Открыт Переминовать Так Так Это будет Четвертое Так 5 3 4 Третье И четвертое Семинарское занятие Вот Я здесь Прям домашнее задание Прописываю И здесь у нас И здесь у нас Предмет Предмет Вот Вот они Видите После него После него На самом деле Я это их Сделала Ведь Надо просто Сейчас Получается Вложить Перескатили То есть Мы сейчас К третьей Опять Вернулись То есть Мы сейчас Проходим Суждения А мы уже Четвертый А мы уже Шестую Главу дома Прочитали Учебника Гетмана И сделали Задание Очень хорошо Тогда Заполните Вот сюда Вам тогда Легче жить А зато Третье Четвертое Заполни Вот сюда Третье Четвертое Тогда На сегодня Последовательно Сюда Можете Сбросить А все Остальные Будут Смотреть И Радоваться Хорошо Хорошо Значит Вот эти Две Папочки Смотреть Первую Вторую Надо Заполнить Так Ну что Давайте Помолимся Я останавливаю Трансляцию Потом Так Ну что Сегодня Сложное Такое Занятие Было Законы Демаргана Это Что-то С чем-то Фух Вешиви Векучись Дураком Поглёш Да Ладно Останавливай Мы Оставим Законы Демаргана Себе На факультете Расскажем На экзамене У кого Получилось Освоить Хорошо Хорошо Я даже Примеры Хотел С ним Подсмотреть Даже Они Настолько Сложны Для Обыденного Понимания Что Даже Примеры В интернете Не приводят Вы Думаете Мы Одни Такие Дураки Знаете И Другие Школьники Учили Студенты Они Говорят И Аспирантов Эта логика Тоже Есть Нет Так Сложно Закон Дымаргана Не Можно Примеров Вести Ладно А Механики То есть В кибернетике Это Во всю Работает Ну Все